Приветствую вас, дорогие мои умные! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Уже сентябрь. Итак, какие события ожидают вас на этой неделе? Главные события. Какие главные события могут быть на этой неделе? Так, шестерочка Пентакли. Хорошо. Четверка Пентакли. И Картамир. Вот знаете, первое ощущение, что уйдет некая проблема. Финансовая проблема. Да, будут затруднения, но это затруднение благополучно разрешится. Кто-то вам поможет, понимаете? Кто-то вам поможет, кто-то войдет в ваше положение и, в общем-то, разрулит вашу ситуацию. Разрулит. Она закончится, эта ситуация. Картамир тем более подтверждает, что конец, конец этой проблемы. Может это проиграться и не только по финансовой сфере. Может проиграться это в сфере каких-то сделок с имуществом. Да, с имуществом, может быть, с жильем. Может что-то разрешится с переездом, если вы собираетесь куда-то переезжать. То есть, вот такие перемещения, особенно за границу. Да, будут какие-то неясности, будут какие-то ограничения, преграды, которые нужно разрешить и не знаете, как это разрешить. И, возможно, даже какой-то счастливый случай или какая-то информация неожиданная, в общем-то, позволит вам эту проблему устранить. И вы как бы увидите новое видение. Извините за таптологию. Новый путь. Как вот именно все сделать, чтобы все у вас получилось. Да. Ну, что касается отношений, здесь, конечно, не выпала чашевая карта. И, думаю, в данном случае, если и будут какие-то шероховатости, а по четверке Пентакли, да, вполне возможно, шероховатости. Имеется в виду, что понижен градус чувственности, что ли, к партнеру или к партнерше. Или со стороны вашей половинки. И будете думать, а почему, что такое за охлаждение, что как-то вот, что случилось и с чем это связано. Да, может быть такое. Но это, вы знаете, одномоментно. Это не такая уж проблема. И она очень быстро разрешаемая. Более того, возможно, даже в результате выяснения этого вопроса, вы откроете какие-то, может, новые грани. Да. Новые грани. И ваши отношения могут поменять свою окраску, понимаете, стать, ну, стать более, может, насыщенными. Ну, по крайней мере, в чем-то, в чем-то измениться. И для вас это будет неким сюрпризом. Да. Кого-то ожидают действительно сюрпризы на этой неделе. Может, подарки даже ожидают какие-то. Неожиданные, естественно, подарки. Ну, давайте посмотрим, на чем вам нужно именно обратить внимание, особое внимание на этой неделе. На что вам нужно обратить. Ага. Да. Ну, тройка мечей, она всегда говорит о проблеме. О некой проблеме, которую нужно разрешить. Может, даже не одна проблема, а две там или три проблемы. Каким образом вы будете разрешать ее, это уже, как говорится, другой вопрос. Но на это нужно обратить. Вот, знаете, вполне возможно, что вот эти шероховатости в части отношений, они, может быть, связаны с подозрением, что у вашей половины появилась левая связь. Связь на стороне. Да, связь на стороне. И, может быть, выяснение отношений как раз и будет именно в этом направлении. А действительно ли так? Или это вам кажется? Или это до вас такие слухи дошли? Да, может какая-то интрига затеваться за вашей спиной. И вот тройка мечей, она как раз и показывает эту интригу. Эту игру. То есть, по факту, по факту, этого нет. Ну, вот кто-то решил вам, как говорится, попортить нервы. Испортить отношения. И начал вот эту свою темную игру. Понимаете? И это, конечно, вас озадачило. Так что, карты советуют именно обратить на это внимание. Может быть, даже на работе. На работе тоже некая интрига затевается. Группой людей. Потому что всё-таки тройка Пентаклей говорит о некой группе. Не один человек завязан. И вот в этой игре, кто вы, как говорится, жертва или соучастник, или рикошетом это отразится. Ну, по крайней мере, понимаете, если действительно вас захотят, начнут втягивать в какую-то тёмную, непонятную ситуацию, лучше, конечно, от неё уйти. Да, лучше от неё уйти. Ну, давайте ещё. С чем это связано? Да, лучше уйти от неё. Выпала карта умеренности. Здесь не стоит торопиться. Здесь нужно всё продумать, взвесить. Самое главное – взвесить. Понимаете, выгодно вам это, невыгодно. И какие могут быть последствия. Да. Это может быть очень серьёзная такая... Это может быть очень серьёзный момент. И действительно на него надо обратить внимание. Ну, в общем-то, и сама карта уже обращает на себя внимание. Так, хорошо. Давайте теперь вот что ещё спросим. Какая конфетка будет на этой неделе у вас? Конфетка недели. То есть приятность недели. Что за конфетка? Ну, троечка чаш. Действительно, конфетка. Вполне возможно, встреча с кем-то, приятная встреча. Может, с подругами, родственниками, родными. Вечериночка какая-то вполне возможная. Весёлое проведение времени. Может, какое-то совместное творческое какое-то занятие, хобби, увлечение. Да. Может, даже, знаете, вот и связано с этим сюрпризом. Да. Может, кто-то в гости к вам придёт. Или вас в гости позовёт. Неожиданно. И для вас это будет... Ну, радость будет. Чего уж там говорить. Во-первых, действительно сюрприз. Ну, и радость. И очень даже хорошо проведёте время. Ну, а заноза недели. То бишь, ну, скажем так, проблемка недели. Какая заноза будет недели? Что за заноза? О, странно. Десятка пентаклей. Ну, видимо, не случайно я её положил под четвёркой пентаклей. Видимо, заноза будет состоять в каких-то финансовых ограничениях. В недостатке финансов для чего-то. Понимаете? Может, захочется вам разгуляться вовсю, но финансы ограничены, и вы... Поэтому для вас это будет, ну, скажем так, неприятным моментом. Да, неприятным моментом. Может, что-то с семьёю связано. Может, с отношениями у кого-то будет в семье. Или с отношениями на работе, где вы работаете, со знакомыми. То есть мы здесь видим по десятке пентаклей, что это некое сообщество. Это может быть действительно и семья, это может быть и работа, или какое-то другое общество. То есть там где-то будет заноска. Но, в принципе, друзья мои, у нас тройка мечей выпала на позицию, на что обратить внимание. Так что есть вполне вероятность, что это будет связано действительно вот с этой занозой. Ну, я думаю, вы внимательно, так сказать, оглядитесь вокруг себя, откуда может прилететь. И контролируя все происходящие вокруг вас процессы, естественно, будете уже во всеоружии. Будете готовы и быстро заметите, если что-то там где-то намечается. Ну, естественно, если заметить, то уже и среагируете. Так, теперь давайте нам, как говорится, на пассажок. Так, мы спросим оракул затмения, какое сообщение он хочет вам дать. Какое послание, сообщение, предупреждение, может быть, совет. Сейчас посмотрим. Не будем напрягать оракул конкретным каким-то вопросом. Вот что хочет вам сказать оракул затмения. О, ну, раз уж она открылась, то мы ее и возьмем. Она сама перевернулась, сама попросилась к вам, значит, тому и быть. Карта очень благоприятная, скажу я вам, друзья мои, очень благоприятная. Она говорит о каких-то, ну, скажем так, семейных радостях. Маленьких радостях, но радостях. Может быть, бытовых радостях. То есть, вот то, что вас окружает. Это не что-то там глобальное, а это вот ежедневные, скажем так, ежесекундные моменты радости, моменты счастья. Да. Мы же счастливы бываем иногда, увидев просто красивый цветок. Мы бываем иногда, моменты счастья нас переполняют, когда, допустим, мы получаем хорошие новости от своих детей. Или от общения с детьми. Вот, понимаете, вот такие радости. Так что, друзья мои, я думаю, что карта кливера выполнена случайно. Действительно, карта радости и вот сюрприз. Да. Радость от общения с кем-то. Радость от сюрприза. Так что, я считаю, что неделя будет у вас, друзья мои, замечательная. Несмотря вот на эти какие-то шероховатости, вот, я думаю, они... Да, на них надо обратить внимание, но они не трагичны и не критичны. Всё равно, как говорит оракул затмения, неделя будет спокойной, приятной и позитивной. Ну что ж, на этом мы и закончим свой расклад. Мне остаётся только вам пожелать, дорогие мои, действительно, хорошей недели, приятной недели, приятного общения. Отсутствие каких-либо финансовых проблем, любви и вообще. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, дорогие мои тельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Да, уже сентябрь, можно сказать, лето пролетело. Не успели оглянуться. Вот уже и зимушка скоро будет у нас. Ладно, давайте посмотрим, какие события вас ожидают на этой неделе. Какие сюрпризы. О, уже выпадает радость. Ну что ж, мы её, наверное, оставим, раз она уж выскочила. Какая-то победа, какое-то достижение. Итак, какие главные события вас ожидают? Наверное, так вот сделаем. Какие главные события вас ожидают на этой неделе? Так, семёрка мечей у нас выпала. Умеренность. И пятёрка жезлов. Да, пятёрка жезлов. И тут наша радость. Мы её тоже не будем забывать. Ну вот, знаете, карты, конечно, показывают несколько беспокойную неделю. Что-то придётся гармонизировать, уравновешивать. Может, кого-то мирить или самой мириться. Потому что мы тут явно видим некое противоборство. Это может быть связано с какими-то спорами. Или юридическими, или личными спорами, или профессиональными спорами. Но, тем не менее, картинка ясно показывает. Намечается некая спорная ситуация. И не исключено, что она связана с чьим-то обманом, с чьей-то неискренностью. Ну, не будем говорить о подставах, хотя, в принципе, и это может... О желании вас подставить, вот так сказать. О желании вас оговорить. О желании вам насолить. Не исключено, что кто-то просто будет как бы арбитром между двух сторон. Примеряльщиком. То есть, будет примерять или как-то... Или разъяснять эту ситуацию. И самое интересное, видимо, не зря выпала у нас карта победы, карта достижений. Вы справитесь с этой ситуацией? Справитесь с ситуацией. И может, конечно, и вы станете центром какого-то конфликта. И вам придется там лавировать как-то, выворачиваться, что-то придумывать. Может, что-то там обдумывать ходы и выходы. Да, вот этот баланс, вот это... Может, даже пойти на какие-то компромиссы, чтобы выйти достойно из этой ситуации. И победить, да. Но победа будет, однозначно будет за вами. В любом случае, ситуация или проблема разрешится в вашу пользу. Ну, давайте посмотрим, на что вам надо обратить внимание. Может, тут что-то дополнительно появится. Туржезов. Да, ситуация может быть горячая и связана, вполне возможно, с какими-то новостями. Может, с каким-то новым делом. Вот, знаете, большая вероятность, что-то вы задумаете. Что-то новенькое вам придет в голову. И не исключено, что вы так это энергично возьметесь за это дело. Но будут препятствия на пути реализации этого дела. Да. Вам придется столкнуться, может, с непониманием, а может, с открытым прямо противодействием, недоверием, желанием вам помешать. Да, может быть, может быть, друзья, и такое быть. Но это дело нужное, понимаете, это дело очень нужное. И не надо его спускать с рук. И даже несмотря на то, что вы встретите препятствия на своем пути. Для кого-то эти препятствия могут быть внутренние. Не исключено, потому что Пятерка Жезлов, она показывает не только взаимодействие с людьми, но и собственную борьбу с самим собой или самой собой. Такая сумятица в голове. Стоит, не стоит, делать, не делать. А лучше, может, так где-то. Или хочется и вот это, и вот это. И вот что выбрать, вот прямо такой расколбас идет. Но, тем не менее, это очень важно. И карты говорят, обратите на это внимание. И еще, вполне возможно, что вот эта ситуация вся, особенно кто работает или кто бизнесом занимается, она вас приведет к неким положительным результатам. Да, друзья мои, положительным результатам. Тут все, что угодно может быть. Может быть и признание вас, какой-то элемент успеха, продвижение вас по карьере. Или получение авторитета среди, допустим, партнеров. В глазах руководства вы станете более авторитетным человеком, более таким крутым специалистом. Ну, это, конечно, благодаря каким-то вашим стараниям. Это не просто так, естественно. Это придется именно заслужить, заслужить. Ну, давайте посмотрим, какая конфетка недели ожидает вас. То бишь, как приятность недели. Ну, я ее назвала конфетка недели. Ага, карта суд. Да, друзья мои, вполне возможно, победа в каких-то судебных делах, в юридических разбирательствах. Может быть, может, вполне вероятно, кого-то осенит что-то новое, какая-то идея, увидите какой-то новый путь, что вот вам туда надо, туда надо. И вполне возможно, что вот эта ваша сумятица в голове, она как раз и приведет к такому результату, друзья мои. Для вас это будет приятная неожиданность. Очень приятная неожиданность. Вы как бы увидите свет в конце тоннеля. Особенно это касается тех, кто не может определиться, куда пойти работать и вообще, где место ваше, где ваше призвание. Это часто бывает. Да. Откроются некие пути. Может быть, пути разрешения проблемы. Может быть, пути дальнейшего какого-то своего продвижения по жизни, улучшения жизни. Вот особенно кто ищет работу, друзья мои. Да, неделя непростая у вас по поиску. Непростая. И на собеседованиях вот такое положение вполне может быть. Вы одно, а вам другое. Понимаете? Вот эта нестабильность, игра в бинг-понг, если можно так назвать. Но самое интересное, вам придёт какая-то идея Эврика. Придёт, может быть, понимание чего-то. Может, кто-то вам подскажет. Может, какая-то ситуация раскроет вам, грубо говоря, глаза. И вы по-новому увидите. Может, действительно, и поменяете своё решение, что вот не туда вы будете провиваться на работу, а может, совершенно в другую, в другое направление уйдёте. Или в другую фирму. Или вообще, как говорится, найм поменяете на бизнес, или бизнес на найм. То есть вот некое возрождение, некое озарение. Ну, в принципе, да. Вот она. Это ваша личная победа, понимаете? Победа в результате приложенных вами усилий. Ну, в данном случае, умственных, душевных, энергетических каких-то усилий. Ну, и давайте посмотрим на занозу недели. Ну, сами понимаете, что за заноза. Это, конечно, какие-то проблемки, может быть, проблемка. Давайте посмотрим, что там с занозой недели. Ну, да, действительно, заноза, и она и есть заноза. Отшельник. Думы, думы, думы. Много думаем. Ищем выход. Как правильно поступить. Что сделать. Может, даже поиск хорошего консультанта, советчика. Да, это вот такая заноза. Где найти такого человека, который действительно всё разъяснит, всё расскажет, покажет, как говорится, на пальцах. И это проблема будет, понимаете. Проблема, проблема. Найти такого человека. Или, если у вас сложная какая-то ситуация, принять решение тоже. Это ещё та заноза, скажу я вам. Правильное решение. Или найти источник вдохновения. Или разрешить какой-то внутренний свой вопрос, который вас мучает. Вот это да, это заноза, друзья мои. Ну, если уж, как говорится, переходить на бытовой такой язык, не о каких-то там больших, высоких вопросах и темах. Даже элементарно, друзья мои, иногда очень тяжело какой-то финансовый вопрос разрешить. Отрегулировать доходы и расходы. И приходится очень даже много думать на эту тему. Да? Вот, пожалуйста. Вполне возможно, у кого-то и так проиграется. Ну что? Что у нас получается, друзья мои? А получается нормальная рабочая неделя. Никаких таких уж особенно критичных ситуаций. И слава Богу, их нет и не предвидится. Ну, давайте теперь спросим Оракул сообщения. Что хочет он вам сказать? Может, какое-то послание, сообщение, совет, рекомендации, предостережение. Сейчас посмотрим. Итак, что хочет вам сказать Оракул затмения. ВСАДНИК. Ждите какого-то сообщения. Неожиданного сообщения. Срочного сообщения. Может быть, какой-то срочной поездки. Или приезда кого-то. Встречи какой-то неожиданные, друзья мои. Ну да, это неожиданность. Вот что-то ворвется в вашу жизнь. Может, какой-то телефонный звонок. Может, какое-то неожиданное письмо придет. Или какая-то неожиданная встреча принесет вам события, которых вы даже предвидеть не могли. Понимаете? То есть, встретились просто с человеком на дороге, как говорится, по пути с чем-то. Или непланируемой встречей. И получили такую информацию. Или какой-то, может, случайный намек. Или еще что-то. И вас это вот просто приподняло. Как бы энергетический импульс пошел. Сильный энергетический импульс. Что-то в этом роде. Вот о чем нам сообщает Оракул Затмения. Если кто-то планировал какую-то поездку, то Оракул предупреждает, что нужно эту поездку все-таки сделать. Не откладывать. Надо обязательно довести дело до ума. Вот такой прогноз получился, друзья мои, на эту неделю. Ну, не забывайте, что это общий прогноз. Вот. И всего лишь на неделю. Если с вами эта информация резонирует, значит, прислушайтесь. Если нет, ну, на нет, как говорится, и суда нет. На этом я, пожалуй, дорогие мои, заканчиваю трактовочку карт. Мне остается только пожелать вам хорошей недели, приятной недели. Пусть будет только положительные события, приятные события. Пусть будет любое общение приносить радость. Пусть на работе будет все спокойно. В бизнесе все спокойно. В отношениях с людьми. В общем, дорогие мои, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Сейчас узнаем, что вам приготовила эта неделя. Какие приятности, какие новости. Итак, начнем. Какие самые главные, самые основные события ожидают вас на этой неделе? Так, отшельник. Интересно. Шестерка мечей. И десятка мечей. Ой, пентакли. Какая-то задача перед вами будет стоять. Причем крупная задача. Тут, знаете, на первый план на этой неделе могут выйти какие-то семейные дела и дела, связанные с финансами, друзья мои. Не исключено, что с какими-то разъездами, переездами. Может быть, дела, связанные, ну, как скажем, вашим каким-то транспортом, с тем же автомобилем. Может, потребуется ремонт, какая-то доводка. Может, кто-то вообще собирается покупать. Ну, вот решение приниматься будет непросто, понимаете. Все-таки отшельник, он наводит на мысль, что долго будете думать, что, как. Советоваться с кем-то будете однозначно. То есть вопрос для вас этот серьезный. Да. И переезд, похоже, будет довольно-таки далеко. И связан, скорее всего, с какими-то потребностями. То есть не вот просто так вот захотели, решили туда переехать. Тут больше поиск лучших условий жизни, что ли. Да. Или отъезд от каких-то проблем. Ну, я не скажу, что именно на этой неделе это мероприятие у вас состоится. Потому что все-таки у нас отшельник говорит о том, что нужно еще подумать. Нужно взвесить. Потянут ли ваши расходы, потянут ли ваши финансы подобные расходы, подобную статью. Либо завязано будет с финансами, либо с какими-то семейными делами. Да. Ну, может быть, нужно дождаться, может, что-то по учебе с детьми. Может быть, с продажами имущества, которые у вас в этой местности. То есть какие-то будут дела. И все нужно обмозговать. Что касается трудоустройства, друзья мои. Ну, в данном случае трудоустройство может быть. Может быть. Но только при условии, что вы смените направление. Да. То есть поменяйте свой ракурс внимания, может быть, на другую вакансию, может быть, на другую фирму. То есть что-то должно поменяться. Не исключено, что на этой неделе кто-то задумается и уволится. Кто-то задумается, серьезно задумается об отношениях. Я имею в виду сердечных отношениях. Есть вероятность, есть, дорогие мои, что что-то вам не понравится. Или что-то вас заставит пересмотреть свое отношение к партнеру или к партнерше. Да. Либо изменить это отношение, либо расставить все точки над «и». И, может быть, даже речь идет о расставании, о разрыве союза. Да, шестерка мечей, она настолько многогранна в этом плане. Ну, она всегда говорит о том, что это решение будет даваться непросто, понимаете. А именно связано с какими-то обстоятельствами, ситуациями или вашим внутренним каким-то состоянием. Что вам приходится либо менять себя, либо менять свое отношение к чему-то, к кому-то, либо менять место работы, место жительства. Ну, вот что-то менять, понимаете. Ну, давайте посмотрим. Может, поэтому, кстати, вам и потребуется совет. Совет опытного человека или человека, которому вы доверяете. Да. Ну, вот у меня ощущение, что все-таки это действительно что-то с отношениями и с финансами, с семейными какими-то делами. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание на этой неделе. Обязательно обратить внимание. Ну, да, девятка чаш. Ну, девятка чаш – это карта желаний, в первую очередь. Исполнение желаний. Карта удовольствия, карта радости, карта своего личного душевного комфорта. Вот именно личного душевного комфорта. Личной радости, довольства собой, чувственности, повышенной чувственности. Да. Нужно обратить внимание на какое-то своё желание. Не отталкивать его, понимаете. Не отбрасывать его. Обязательно иметь его в виду. Вот тем более при решении вот таких важных задач, которые будут у вас стоять, обязательно спрашивать себя, а вам это надо? А что вам это лично вам даст? Понимаете? А хотите ли вы это? Да. Нужно спрашивать именно себя. Не кто-то хочет что-то и подстраиваться под желание, а именно в первую очередь учитывать собственные желания, собственные чувства и ощущения. Ну ладно. Давайте посмотрим, какая конфетка недели вас ожидает. то есть приятность недели. Что за конфетка? Девятка жезлов. Девятка жезлов. Ну, девятка жезлов – это всегда некий опыт. Это возможность защитить себя от любых неприятностей, превратностей и использовать свой накопленный опыт для своих каких-то дел, для своих интересов. Так вот, друзья мои, что-то вам на этой неделе пригодится. Какие-то знания, может быть, навыки, а может, ваша харизма, может быть, ваше какое-то вот такое настроение. Ну вот, что-то сыграет вам на руку. Вот не зря же вам Таро говорит обратить внимание на свои желания, да, на себя. И в данном случае, может быть, отсюда вам придёт посыл, намёк или какая-то откроется возможность на этой неделе реализовать себя, получить что-то, какой-то результат получить или что-то закончить, какую-то работу закончить, какие-то дела закончить. А может, даже и в отношениях, да, этот опыт вам пригодится, разрулить некую ситуацию. Тем более, мы видим, что ситуации здесь... Ну, задачи не простые. Не обязательно здесь что-то критичное, нет. Но задачи этой недели у вас не очень простые, да. И поэтому действительно, приятным моментом, конфеткой этой недели будет как раз наличие вашего жизненного опыта. Умение, может быть, маневрировать, разруливать ситуации. И ещё, конечно, немаловажно, что у вас есть силы для всех своих дел. Да, вот это... Будет для вас очень приятно осознавать, что вы смогли, что у вас получилось, что вы закончили или что-то начали. Ну что ж, а какая заноза ждёт вас? Какая заноза недели будет? Ну, Туз Жезлов, конечно, похож на занозу. Вот. Но Туз Жезлов всегда говорит об энергетическом выплеске. Да. О какой-то такой мощной-мощной идее. Вот факел загорелся, вот прям сил нет. Очень сложно противостоять. Хочется уже лететь, делать, реализовывать, как говорится. Да. Куда-то приложить руки. Некий зуд, друзья мои, некий зуд. И этот зуд вас будет... Ну, речь идёт о занозе. Этот зуд вам будет мешать. Почему? Потому что если перед вами стоят серьёзные дела на этой неделе, то это может помешать в том плане, что неправильно что-то сделаете. Не туда свернёте, не туда повернёте или не туда пойдёте. Это, как, знаете, как пуля запущенная. Да. И в отношениях тоже самое, понимаете. В отношениях тоже это может сыграть, как занозы. Вам будет не терпеться быстро форсировать отношения, особенно если отношения, ну, скажем, ещё не в браке. Будет хотеться быстрее, перейти на какой-то новый уровень, более зажигающий, более страстный. И это может помешать отношениям. То же самое, даже, знаете, для отношений уже крепких, постоянных. Тут тоже может навредить. Может быть несовместимость вашего желания, вашего горения с желаниями вашего партнёра или партнёши. То есть может явиться некой занозой. Ну что ж, хорошо. В общем, смотрите по обстоятельствам, друзья мои. По обстоятельствам. Так, теперь давайте посмотрим, что за сообщение, за послание от Оракула Затмения придёт. Да, что нам скажет, что нам сообщит Оракул Затмения на эту неделю. Какое послание принёсёт? Или совет, рекомендацию, предупреждение. Сейчас узнаем. Итак. О, ящик Пандоры. Интригующе звучит, друзья мои. Очень интригующе. Ящик Пандоры. Это, друзья мои, когда нежелательно лезть туда, куда не надо. Вот знаете, иногда добиваешься правды какой-то. Добиваешься, добиваешься. А когда добьёшься и жалеешь, что узнал это. Да. Оно начинает мешать. Оно начинает гнобить и тревожить. То есть лучше бы это не знать. Также это может касаться и, конечно, какого-то дела. Да. То есть нужно очень... В данном случае, друзья мои, идёт предупреждение. Не лезьте туда, откуда может прилететь вам не совсем приятное сообщение. Или что-то неприятное может прилететь. Может быть и что-то хорошее, но есть опасность. Есть опасность пожалеть о том, что вы узнаете или о том, что вы получите в результате своих каких-то действий. Вот такое интересное. Интересные советы, интересное сообщение. Но может вылететь птичка. Ну, образно выражаясь. Может, может создаться у вас ситуация, то есть если это как сообщение, что вы что-то узнаете неожиданное. Или в результате своих действий вы получите неожиданный какой-то результат. Вот как-то так, друзья мои. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой прогноз. Мне остаётся пожелать вам, конечно, любви, здоровья, благополучия. И будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, дорогие мои раки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Давайте посмотрим, какие события вас ожидают в этом периоде. Что будет новенького. Какие сюрпризы, какие приятности. В общем, посмотрим всё. Итак, приступим. Какие самые главные события ожидаются на этой неделе? Главные события ожидаются на этой неделе. Девятка кубков. Ну, начало хорошее. Ещё что. Так, влюблённые. Так, ещё что. И девятка мечей. Ну, как без страданий. Никак. Вы знаете, прослеживается какая-то любовная тематика и тема отношений. Да, тема отношений, тема чувственности, тема эмоций. То есть, неделя вполне может быть очень эмоциональная, дорогие мои. для кого-то это может быть переживание по поводу свиданий, по поводу встречи с партнёром или партнёршей. Для кого-то это переживание, связанное с какими-то шероховатостями в отношениях. Кто-то может получить признание в любви, предложение руки и сердца. И это может быть, потому что влюблённые, да ещё рядом с девяткой чашки, карта исполнения желаний, тут, как говорится, события могут развиваться ну очень-очень эмоционально. Бывает, знаете, и от радости иногда, вот от переизбытка чувств начинает болеть голова. Ну я думаю, что вы такое тоже на себе испытывали. Не то, чтобы переволновался, даже перерадовался и всё равно вот этот фейерверк чувственности, фейерверк эмоций, он как бы отражается и на голове. Возможно, на этой неделе вам придётся делать выбор. Вот посмотрите, влюблённые, она и карта выбора, она между девяткой чаш, картой желаний и девяткой мечей. Ну, если не карта каких-то, может быть, даже потерь от чего-то отказа может быть, может, какое-то неприятие ситуации. Вот надо сделать выбор или ради себя любимого, или, допустим, ради кого-то или ради чего-то. Может вполне возникнуть такая ситуация у некоторых из вас. Да. Ну тут только эмоции, я не знаю. Может, конечно, зашкаливать эмоции и по работе, и по бизнесу, или по каким-то другим делам тоже делать выбор. Но эти все дела, понимаете, они в первую очередь будут вами прочувствованы. Понимаете? И, скорее всего, может, даже не головой. То есть, не будет к этим делам подхода такого практичного, холодного. Здесь другая картина. Ну, в принципе, знаете, раки, они вначале через душу пропускают, а потом уже, как говорится, идет все остальное. Поэтому, может быть, и неудивительно. Давайте еще одну карту положим. Что же такое-то тут? В чем же дело-то? В чем же суть? Ну, опять любовь. Двойка кубков. Опять отношения. Да. Эта неделя у вас будет наполнена отношениями. У кого какие отношения есть, те и будут иметь место. Любовные значит любовные. Деловые отношения значит деловые отношения. Но то, что повышенный градус будет у этих отношений, и от радости, и от каких-то переживаний. То есть, знаете, вот такое ощущение, что будет волнообразно у вас событие. Одно перетекать в другое, из другого перетекать в третье. и вот все будет на такой волне цунами даже может у кого-то. Так, хорошо. Давайте спросим, на что вам нужно обратить особое внимание на этой неделе? На что обратить особое внимание? Пятерка жезлов. Ну, тут тоже беспокойно все, понимаете? Беспокойно, очень беспокойно. Либо это у вас внутри с вами такое творится, как говорится. Решите, не можете, то ли это делать, то ли это делать, то ли это делать. Борьба с самим собой, выяснение отношений с самим собой или самой собой. Может быть. Может, конечно, это связано и с людьми, с выяснением отношений с людьми, вас окружающими. Может, какие-то споры, может, отстаивание своего интереса, доказывать что-то будете, да? Ну, это опять все, знаете, через эмоциональный накал, все через эмоции. Что бы ни происходило, посмотрите, тут особо карты не показывают конкретных каких-то событий, вот конкретных. но идет посыл, вот главный посыл, карточка своего рода недели это чисто эмоции. Эмоции, чувства, переживания, вот что-то вот такое, и радость. То есть, радость и переживания, и все, как говорится, в одной смятке. Хорошо, давайте посмотрим, что за конфетка недели вас ждет. Что за конфетка, то есть, приятность недели. Ну, тройка мечей. Да, карта вроде бы имеет негативный оттенок, негативный смысл, но это конфетка, а значит, это приятно. И у меня идет такое ощущение, что вы разрулите какие-то проблемы, причем не одну проблему, а несколько, может даже три проблемы, да. И это для вас будет действительно являться конфеткой. Не исключено, что это касаться будет сердечных дел, друзья мои, сердечных, потому что карта это еще имеет значение разбитое сердце. Уж не знаю, кому вы разобьете сердце, но что-то будет, что-то для вас приятное будет. хорошо. А что за заноза недели? То есть проблемка недели. Что будет за заноза недели? Как она будет выглядеть? Восьмерка кубков. Ну, тут тоже отказ от чего-то, друзья мои. Ну, такое ощущение, знаете, что вы выясните наконец-то отношения с кем-то, сердечные отношения, душевные отношения. Ну, отношения с теми людьми, к которым вы были чем-то или кем-то привязаны. Да, выясните. Расставите точки. Может быть, даже кто-то разорвет эти отношения, но это будет вам в радость. И в то же время, в то же время будет осадочек, осадочек останется, что жалко все это, расставаться с этим, да. Либо с людьми, либо с какими-то делами, может, даже с работой. Ну, вот такая заноза она есть. Может быть, знаете, это даже не говорит о конкретных каких-то действиях, но вот появление мыслей о расставании, о смене своего отношения к кому-то или к чему-то, или смене своего мировоззрения, или смене своего желания, оно будет приниматься как необходимость, но в то же время с грустью, с грустью на душе. Вот такая заноза у вас будет, друзья мои. Ну что ж, хорошо, давайте теперь посмотрим, что нам скажет Оракул Затмения. Какое сообщение вам даст. Может, это будет совет, может, просто послание, может, предупреждение. Сейчас посмотрим. Итак, что хочет сказать вам Оракул Затмения на эту неделю? Что хочет вам сказать Оракул Затмения? Ясность. Не терейте голову, держите ясным ум, ясным зрение. Да, друзья мои? В данном случае вот эта повышенная эмоциональность и чувственность, она, конечно, иногда заслоняет истину, реальность. Ну вот в данном случае идёт совет вам от Оракула не теряйте ясное видение, ясность разума своего. Вот как-то так, друзья мои. Ну что ж, неделя ждёт вас волнующая, как вы уже поняли. чувственная, эмоциональная, ну а уж с какими там делами и что и как конкретно это у каждого будет своё. На этом я заканчиваю, друзья мои. Мне остаётся только вам пожелать, естественно, здоровья крепкого, удачи, любви, гармонии и с собой, и с окружающими. И будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, дорогие мои львы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа и по 6 сентября. Посмотрим, что вас ждёт, какие главные события вас ожидают на этой неделе, что обрадует, что заставит задуматься. Итак, какие главные события вас ожидают на этой неделе с 31 августа по 6 сентября. Так, Паш Мечей, Перковная Жрица и Дьявол. Ну, что сказать, друзья мои, неделя непростая. Два старших аркана. Что-то вас заставит на этой неделе насторожиться. Возможно, начать собирать конфиденциальную, очень конфиденциальную информацию по какому-то вопросу. Это может касаться, кстати, абсолютно любой вашей сферы и отношений, и деловой сферы, и каких-то других личных дел. то бишь придет некая информация. Вы бы либо ее услышите, либо узнаете случайно, либо кто-то вам скажет, либо вам придет сообщение. Вот. Но то, что это будет информация, которая от вас либо скрывалась, причем очень тщательно скрывалась, либо была вам недоступна. Да. Некая тайна будет присутствовать. Может, конечно, быть и такой вариант у кого-то, что это вы что-то будете скрывать. Да, тщательно причем скрывать. Оберегайте некую свою информацию или свои какие-то дела будете оберегать. Вот. От посторонних взглядов, от посторонних людей и вообще, как говорится, чтобы было шито, крыто. Ну, для чего это вам нужно, это уже, как говорится, другой вопрос. И с чем это связано? Это тайна. Ну, и дьявол, как говорится, вишенка на торте, друзья мои, это всегда не есть хорошо, это всегда чересчур чего-то. Либо чересчур ваши желания, то есть одержимость чем-то, что-то получить, чего-то достигнуть, о чем-то договориться. Может быть, заработать большие деньги, может провернуть какую-то схему мошенническую и в результате получить солидный куш. может быть, кто-то захочет партнера или партнершу, ну, скажем так, привязать к себе, поставить в зависимость. Это тоже может быть. И у вас есть риск попасть в зависимость. То есть, надо очень внимательно думать и особенно к предложениям к чьим-то, ну, и к своим, конечно, желанием, то есть, просчитывать последствия, чем это для вас закончится, потому что оно может закончиться действительно очень мощными цепями, от которых избавиться будет очень сложно. Очень сложно. Ну, для кого-то вполне возможно информация касается любовного треугольника, то есть, связи на стороне. Да, связи на стороне. Либо сами, либо сами вы будете скрывать свою связь. Она у вас появится на этой неделе. Любовная, страстная связь. Ну, скорее всего, это будет случайное. Это, скорее всего, будет случайное, ненамеренное, а вот с пылу с жару, как говорится, неконтролируемое. Да, неконтролируемое. То есть, у нас карты как-то не акцентируют, друзья мои, конкретно чью-то какую-то область. Поэтому смотрите по собственным обстоятельствам, по жизненным ситуациям. Вот как у вас что идёт и чем вы занимаетесь. Что для вас важно на этой неделе. Вот там могут и проиграться вот эти карты, друзья мои. Да. Контролируйте свои желания, потому что они могут на этой неделе вас далеко завести. Вот ещё пришла информация, что возможно кто-то на этой неделе скинет с себя груз привязанности или привязок каких-то, груз каких-то отношений. И поможет это либо какая-то женщина, обладающая какой-то очень ценной информацией, либо это вот как раз то, что вы узнаете, что всплывёт на поверхность, что откроется перед вами. И именно это способствует разорвать вот эти связи, эти цепи, эту зависимость. Да, конечно, неделя насыщенная, что там говорить. Но давайте посмотрим, на что нужно особо обратить внимание на этой неделе, на какие события, обстоятельства. Да, да, друзья мои, неделя непростая, неделя довольно-таки, может даже и сложная, ответственная, вот так даже, нисколько сложная, как ответственная, потому что карта суд, она показывает, что нужно обратить обязательно внимание на вскрывшиеся какие-то обстоятельства. Да, что-то откроется, что-то вскроется, что-то появится новое, вылезет на поверхность, плывёт на поверхность. Это могут быть и люди из прошлого, это могут быть некие какие-то дела, это могут быть обязательства какие-то, понимаете, то есть, ну, что-то очень для вас важное, и на это нужно обязательно обратить внимание. Хорошо, что за конфетка недели вас ждёт? То есть, приятность, конфетка недели, друзья мои, как это ни странно, это десятка жезлов. Странно, конечно, видите в роли конфетки эту карту, потому что она всё-таки говорит о неких обязательствах, тяжёлых обязательствах для вас, некой тупиковой ситуации, что вы вынуждены нести этот груз и от него не избавиться от этого времени. И также карта говорит о недопонимании, недопонимании со стороны вашего окружения. Либо неприятие вас. Ну, в каком качестве, это другой вопрос. Но это приятность, друзья мои, это конфетка, это получается, что это вы себя будете так вести завуалированно, я бы так сказал. Вы либо сбросите свои обязательства на кого-то, либо избавитесь от них на этой неделе. Да. Ну, а что за заноза недели? Что за заноза, то бишь проблема? Посмотрим сейчас. Так, а заноза у нас какой-то король чаш, какой-то персонаж. Ну, персонаж, конечно, с виду ласковый, добрый, но он сам себе на уме. Может так замучить голову, что мама дорогая. Вот знаете, вот почему-то вот тут я бы вот так отположила между вот этих двух карт. То есть занозой будет некий человек, который будет вам пудрить мозги, стараться вас вовлечь в какую-то ситуацию, что-то от вас скрыть, что-то от вас завуалировать. Вот поэтому, наверное, у вас карта выпала, что нужно обязательно обратить внимание на вскрывшиеся какие-то факты, на какое-то событие, проанализировать его, потому что это может быть неким новым толчком, новым поворотом в каких-то делах, понимаете? Ну что ж, хорошо, теперь давайте посмотрим, какое сообщение вам даст раку затмения. Может, что-то новенькое сообщит или подтвердит уже то, что вот мы сейчас узнали от карта ром 78 дверей. Итак, что хочет сообщить, подсказать, предупредить, дать совет раку затмения. Так, мужчина. Ну вот, друзья мои, опять мужчина. Да, что-то касается мужчины какого-то, мужчинок, дел каких-то. Ну вот, посмотрите даже на картиночку. Мужчина-то не просто, как говорится, в легкой рубашоночке, он довольно-таки в плотной одежке, что-то типа кольчуги, ну какая-то специальная одежда, защищающая его от оружия, от стрел, от нападения, то есть защищающая тело, то есть, понимаете, человек готов к труду и обороне, к борьбе готов и к нападению. Вот, видимо, поэтому идет вот это предупреждение обратить внимание, и вот отсюда ваши вот такие какие-то опасения, опасения, это, скорее всего, связано с неким персонажем, и вот этот персонаж, он и выпал у оракула затмения, и оракул затмения, как бы, в унисон подтверждает, что да, будьте бдительны, будьте внимательны, осторожны, и не наделайте глупости. Вот такой интересный прогноз, друзья мои. На этом я заканчиваю, мне остается только пожелать вам, конечно, удачи, удачи обойти все подводные камни, удачи в правильности принятых решений, ну и, конечно, здоровья, и будьте счастливы, и до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои девы, с вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Вот и лето прошло. Пора готовиться к зиме. И так, давайте посмотрим, какие главные события ожидаются на этой неделе. И так, принцесса-чаш, хорошо, рыцарь-чаш, интересно, и звезда. Вот я не знаю, свойственно ли для дев вот такие творческие порывы, всё-таки люди практичные, земные, скажем так. А здесь мы видим сплошные эмоции, чувства. Может, я ошибаюсь, простите меня вот по поводу чувствительности вашей. Почему-то вот такая пришла информация вот именно на данный расклад, на данный расклад. Эмоциональная неделя будет. Может быть, она связана с приездом кого-то, или с вашим отъездом, или с вашей поездкой куда-то. Какие-то новости очень приятные придут. Вполне возможно, что даже издалёка придут. Да, издалёка. Может, вы замышляете какой-то переезд, куда-то поездку, может, что-то, какие-то перемещения. Именно этим будете заниматься, собирать какую-то, может, информацию. То есть, в данном случае, вот, карта звезды, она говорит о каких-то ваших очень сокровенных надеждах, мечтах, может быть, даже и фантазиях, может быть. Давайте ещё. С чем же всё-таки это связано? Король чаш, и тоже опять чаши, опять эмоции, опять какая-то чувственность. Да, скорее всего, это связано, друзья мои, все вот эти дела связаны с какими-то отношениями. Может быть, деловыми, может быть, сердечными, но я больше склоняюсь с сердечными отношениями, отношениями с близкими вам людьми, людьми, может быть, с членами семьи, может быть, дети приедут, или встреча с детьми будет, или вы поедете к ним. Может, с приездом связано ваших каких-то родственников, со встречей с родственниками, просто вот, может, даже живёте в одном городе, вот, решили встретиться и очень приятно проведёте время. Не исключено, что эта встреча вам привнесёт некие воспоминания о прошлых каких-то ваших событиях, о каких-то людях. Своего рода, знаете, может, даже кто-то с лёгкой ностальгией будет вспоминать своё прошлое. Может быть, может быть. Вот как-то так, друзья мои. Я вижу одни эмоции, вот, как говорится, особых дел-то я не вижу. Таких вот, чтобы какие-то радости ожидают вас на работе, может, предложение по работе получите, или что-то там, клиент придёт приятный по бизнесу, или какие-то дела вы задумаете, типа хобби, развлечения, и всё это вам будет доставлять радость, удовольствие, признание, кстати, вашего ближайшего окружения. может, даже что-то вместе будете творить, что-то вместе делать. Давайте ещё одну карту для ясности положим. Ну, вот опять влюблённые. Я же говорю, что что-то... В общем, друзья мои, самые главные события для вас на этой неделе это некие отношения. Любовные, сердечные, дружеские, всё, что хочешь. Ну, вот именно отношения. Вы будете, как вроде бы, купаться в этих отношениях. Приятная карта, понимаете? Нет никаких критичностей, нет никаких шероховатостей. Ну, давайте спросим ещё, на что вам особо обратить внимание на этой неделе? На какие-то новости? Восьмёрка жезлов. Какая-то срочная новость придёт, прилетит к вам, как говорится, с этой птичкой. И похоже, что эта новость вас вот так и взволнует, колыхнёт ваши чувства, ваши эмоции. Либо обратить внимание на какую-то переписку. То есть и на сообщение, и в то же время пристальное внимание обратить на переписку. Либо чью-то, либо вашу переписку с кем-то. Да, получение какой-то информации. Быть внимательнее к этой информации. Не пропускать её мимо ушей. Ну, что ж, хорошо. Так, давайте узнаем, какая конфетка ожидает вас. Конфетка недели, то бишь приятность недели. Так, семёрка жезлов. Какую-то трудность вы победите, какую-то проблему вы разрешите. Может, какой-то спор выиграете, может, отпор кому-то дадите. И это для вас будет очень-очень радостно и приятно, друзья мои. Всё-таки это же приятность. Это же конфетка. Вы будете очень довольны. Не исключено, что вам кто-то и поможет в этом. В чём-то может себя даже преодолеете. подвиг для себя сделаете. Допустим, решили сесть на диету. Всё. На этой неделе сели на диету и стали бороться с собою. Но для вас это приятно, потому что процесс пошёл. Ну и другие могут быть моменты, конечно, борьбы с собою. Вот как-то так. Ну что ж, давайте посмотрим, а какая заноза недели будет. Ага, действительно заноза. девятка мечей. Ну, может быть, иногда голова будет побаливать, а может быть, какие-то переживания, излишнее волнение. Кстати говоря, заноза, вот это действительно может быть головная боль в плане того, что столько радости, столько чувственности, бывает и от радости, от переполнения чувства, вот этой эмоции, феерии эмоций, каскады эмоций, бывает действительно потом голова болит. Вот как-то так, друзья мои, излишнее волнение, излишнее переживание. Ладно, давайте теперь посмотрим, что нам скажет оракул затмения. Какое сообщение пошлёт? Может быть, совет, может быть, предупреждение. Сейчас увидим, что хочет сказать вам оракул затмения. что хочет сказать вам оракул затмения. Чёрная кошка. Чёрная кошка. Непонятно, что это такое скрыто, что-то за тень такая. Давайте ещё разъяснение потребуем. Угу, работа. на работе. На работе. Обратите внимание, друзья мои, тут идёт карта предупреждения. Обратите внимание на свою работу. На любую. И где вы работаете, и работу, которую вы делаете. Что-то там, какая-то скрытая сторона от вас. Что-то там, может, знаете, элементарно сделали какую-то ошибку, что-то напортачили, но вы это не видите. Так что проверьте свою работу. Может быть, даже и так. И исправьте эту ошибку. Ну, ещё, наверное, знаете, какое предупреждение всё-таки? Я склоняюсь, что именно предупреждение. Вернее, совет. Совет, обратите внимание на свою интуицию на этой неделе. Да, вполне возможно, что-то чуечка вам будет подсказывать, что-то вот намекать на что-то будет, что-то вот такое непонятное, неясное, какие-то будут. Догадки, недогадки, предчувствия. То есть, обратите на это внимание обязательно. Ну, и, конечно, если, допустим, со стороны кого-то начнут какие-то наезды, кто-то захочет с вами поссориться, разжечь скандал, то, конечно, отсекайте. Отсекайте. Не допускайте этих токсичных людей близко к себе. Вот такой прогноз получился. Ну, вообще, радужный прогноз, друзья мои. Очень радужный, я считаю, что хоть неделя излишне эмоционально, но, учитывая карты, какие выпали, это всё-таки какой-то положительный настрой, положительные новости, радости, возможно, общение, радостное общение с детьми, встречи с близким своим окружением. Ну, в общем, так вот как-то, друзья мои. Ладно, заканчиваю. Мне остаётся только пожелать вам, конечно, здоровья, лёгкой недели, гармоничных отношений, и будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, дорогие мои весы. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Давайте посмотрим, что вам прошепчут карты, какое сообщение вам дадут, чем обрадуют, какие новости принесут. Итак, события за неделю с 31 августа по 6 сентября. Какие самые главные события вас ожидают, дорогие мои? Угу. Угу. Отлично, друзья мои. Отлично. Посмотрите. Девятка чаш, восьмёрка жезлов и шут. Ну, сразу же можно сказать, что эта неделя может вполне принести вам хорошие новости. Эти новости вас обрадуют. Или какую-то вы информацию получите. И эта информация вас может в чём-то обнадёжить, на что-то настроить, на что-то вдохновить, то есть вызовет некий отклик души и сердца. Вот так я даже сказал. Вполне возможно, что это новости от детей и информация о ваших детях, разговоры с ними, может быть встреча с внуком, какие-то вести о внуках. То есть эти новости будут касаться скорее всего именно вашей души. Даже так, я бы сказала даже точнее, ваших желаний. Это может кстати говорить и о том, что вы можете найти работу, новую работу, или вам может поступить новое предложение, которое вы будете рассматривать, оно вас заинтересует. Какие-то сдвиги начнутся в вашем бизнесе, это может приход нового клиента, или вы начнете новое какое-то направление. Идея может вас на этой неделе какая-то посетить. Она может касаться любой вашей сферы, друзья мои, любой, абсолютной идеи. И по карьере, и по бизнесу, и по каким-то своим личным делам. Тут, как говорится, у кого что. Хорошие карты, хорошие карты. Я бы так сказал, даже неделя легкая. Да. И пролетит вот просто мгновенно. Вот еще вот такое идет, что пролетит быстро эта неделя. Может как раз связано будет с теми событиями, которые вас вот приподнимут и не заметите, как время пролетит. Вот по карту шуту, кстати, еще подтверждение, кроме этой радости, что по девятке чаш, еще здесь подтверждение, что это может быть веселая какая-то гулянка, такая, знаете, настроение, а, сейчас как развернусь, как пойду по закоулочкам, что-то типа этого. Да, здесь есть доля риска, бесшабашности, каких-то, может быть, глупых поступков, каких-то, поведение такое может быть даже легкомысленное, ну, что-то вот, какую-то струну души у вас заденет, некое событие или новость, или что-то еще, и, как говорится, и понесет вас, понимаете, и понесет. Ну, что ж, прекрасно, прекрасно, друзья мои. Здесь может быть и творчество, да, может быть и любовь, почему нет, может быть свидание, может быть какое-то новое открытие, не обязательно открытие в науке, нет, может быть открытие связано с отношением, может быть какое-то видение у вас в карьере появится, может дома что-то замутите новенькое, вполне возможно, или какое-то дело примет новый оборот, более благоприятный для вас, хорошие карты, позитивные. Ну, что ж, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание на этой неделе. Так, ну, Паш Мечей, да, он предупреждает, предупреждает, смотрите в оба, ну, в смысле, контролируйте себя, понимаете, контролируйте процесс, контролируйте то, что вы говорите, то, что вы делаете, ну, конечно, смотрите в оба по сторонам, потому что вот такое несколько легкомысленное поведение, особенно в бизнесе, в работе, оно, конечно, может принести, ну, не совсем приятные для вас последствия, дорогие мои, да, не совсем приятные. Что-то можете болтануть, и оно потом рикошетиком ударит. Поэтому будьте осторожны, вот, карта Паши Мечей, она и предупреждает, что не увлекайтесь, не увлекайтесь, все-таки контролируйте свое окружение и себя тоже, потому что последствия, если что-то не так, последствия пойдут сразу же незамедлительно. Ну, также, конечно, карта Паши Мечей, она говорит, что нужно обязательно вам найти какую-то информацию. Не знаю, но почему-то она вам очень нужна. И эту информацию нужно очень тщательно проанализировать. Чем-то она вам поможет потом в дальнейшем. Да, чем-то поможет. Может, как раз связано с этими новостями или с этой поездкой. Возможно, кто-то куда-то поедет. Может, вполне связано с поездкой. Очень серьезно отнестись. Хорошо, ну, давайте посмотрим, какая конфетка недели вас ждет. То есть приятность недели. Что же за конфеточка недели вас ждет. Так, туз мечей. Ну, вот, новая идея. Новая идея. Вот, в общем-то, подтверждение к тому, что шут тоже говорит о неком обновлении, о новизне, о какой-то новой идее, новом поступке, новом действии каком-то. да. Благодаря, возможно, вот, если вы обратите внимание на то, что вам говорит карта Таро, на какое-то дело, или на какую-то, точнее, даже информацию, вот, или анализ, провести анализ этой информации, вот, именно это вам принесет некую новую идею, новый поворот какой-то, новый поворот обстоятельства, новый поворот ситуации. Давайте посмотрим. А что это за новый поворот? Ну, благоприятный, благоприятный, друзья мои, все-таки, это же конфетка недели, не абычо. Давайте посмотрим, а что это, в чем это? Ну, это, скорее всего, будет касаться работы, дорогие мои. Работы, любой работы, не обязательно работы по найму или в бизнесе, работы даже в каких-то ваших домашних делах, в хозяйских делах, да. Что-то вы закончите. То есть, вам придет мысль, или идея, или ситуация так сложится, что это вам поможет закончить некое дело, и вы будете рады, вот, пожалуйста, тоже своего рода, тоже радость, понимаете, тоже радость, исполнение желания, что вы наконец-то закончили, или приступили к чему-то, и это может быть, да. Ну что ж, а в чем заноза недели? В чем заноза? Ну, проблемка, так назовем ее. В чем заноза недели? Так, рыцарь, рыцарь кубков, ну, приятная с одной стороны заноза, сейчас мы посмотрим, что она нам хочет сказать, эта заноза. Ну, во-первых, идет информация, обратить внимание на некий, на некий персонаж. Да, все-таки это заноза, понимаете? Персонаж вполне возможно будет и лапшу вам на уши вешать, да, рыцарь чаш это очень хорошо умеет, на что-то может соблазнять, это, кстати, может касаться и сердечных дел, да, кто-то захочет вас соблазнить. Угу. Может, даже, знаете, поступит какое-то предложение, ну, очень такое, знаете, сладкое-сладкое, на первый взгляд, но надо в нем обязательно разобраться, что за ним стоит, потому что за этим предложением может скрываться нечто не совсем для вас хорошее, ну, не в ваших интересах, оно может и неплохое, но просто не в ваших интересах, друзья мои, да. Так что смотрите, кто вам что предлагает и что вам говорит. Может быть, даже, знаете, это связано с некой поездкой, да, нужно куда-то съездить, но может быть, вам не очень, как говорится, хочется. Или вас кто-то зовет к себе, на встречу зовет, да, приглашает на встречу. Ну, похоже, эта встреча, ну, не оправдает ваших надежд, да, не оправдает. Она, можно так сказать, может создать вам в дальнейшем проблемы, да. В общем, смотрите, друзья мои, по ситуации, по ситуации, какие у вас будут складываться, в принципе-то, у каждого она может быть своя. Ну, давайте еще одну карту выложим, что такие, что такие-то это. Да, колесо фортуны. Это, эта ситуация, эта заноза вам, вам может принести изменения, то есть, колесо провернется, ну, вот, знаете, оно в обратную сторону провернется. Ну, то, что я и сказала, да, то, что я и сказала, что будет не совсем то, что вы ожидаете. Да, проблемки могут, проблемки могут быть либо от поездки, либо от какого-то человека, либо от некого предложения заманчивого, так что будьте осторожны. На всякий случай, береженого Бог бережет. Так, ну что ж, хорошо, теперь давайте посмотрим, какое сообщение для вас приготовил Оракул затмения. Что он хочет вам сказать на эту неделю? Ой, что он вам хочет сказать на эту неделю? Итак, сообщение. Может совет, может рекомендация. Сейчас посмотрим, что хочет донести до вас Оракул затмения. Ух ты, дельфин, друзья мои. Хорошая новость, благая весть, хорошее настроение, творческий порыв, полет души, новое направление. Если у кого была тоска, то все, она уйдет с концами. Вдохновение ждет вас, радость и вдохновение. А почему? Да похоже, вот, вот, какое-то исполнится ваше желание. Ну, еще вот эту карту трактуют, знаете, как благословение высших сил. Да. То есть, Оракул вам вещает, что вы под покровительством. Отлично, отлично. Ну, что ж, на этой, как говорится, благой ноте я заканчиваю свой прогноз. Дорогие мои весы, мне остается пожелать вам, конечно, здоровья, счастья, благополучия и удачи. До новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Давайте посмотрим, какие новости вас ждут, какие события поджидают. начнем? Начнем. Итак, какие самые главные события вас поджидают на этой неделе? Так, четверка мечей. Что еще? Восьмерка жезлов. Ну и еще положим девятка жезлов. Вы знаете, вот такое ощущение, что будет некое обстоятельство, может, даже связанное с какой-то поездкой или с какой-то новостью, которая заставит вас очень задуматься, призадуматься заставит, да. Ну, насчет выбора не знаю, хотя вполне возможно и некий выбор встанет. Да, ситуация непростая. Ну, скорее всего, это связано с какой-то профессиональной деятельностью с вашей. Может, вы какое-то новое дело задумали. И это тоже может быть. То есть, не касаемое работой или бизнесом. вот от карты идет такой посыл, как вроде бы вот справитесь вы или не справитесь с этим, понимаете? Вот об этом вся дума, в этом вся задача. Сможете вы или не сможете? По плечу вам, не по плечу. Хватит ли вам навыков, хватит ли вам знаний или хватит какого-то ресурса, чтобы это сделать или с этим справиться? Вполне возможно, что поступит предложение какое-то. Предложение серьезное. Может, оно, знаете, как свалится вам на голову. Как снег на голову. А вы не готовы будете к этому сообщению, к этому предложению. Нет, тут нету такого, знаете, испуга или еще что-то, сомнений. Тут своего рода идет взвешивание. Взвешивание. А оно вам надо? И какие последствия потом будут? Какой ваш интерес? Что вам это принесет? Вот с этим связаны все ваши размышления, анализ, как бы отстранение пока, отстранение от этой ситуации. Тайм-аут взяли себе, паузу, чтобы именно очень тщательно все взвесить и подумать. давайте еще одну карту выложим. Ну, это связано с какой-то информацией, дорогие мои, с чем-то таким, может быть, даже действительно с поездкой какой-то связано. Ну, тройка кубков. Да, больше идет, что это предложение даже от группы людей, причем хорошо к вам настроенных. Или в процессе какой-то беседы, какой-то встречи, легкой даже встречи-то, в принципе. Но это все-таки вот, кажется, мне какие-то дела, 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 друзья мои. Невозможно вы эту неделю и посвятите. То есть здесь нет каких-либо вот таких, знаете, телодвижений. Здесь больше идет именно принятие решения. Принятие решения. еще одну карту. Ну, да, тут жезло, в принципе, то же самое о том же говорит, что связано с каким-то делом, с какой-то может затеей, с какой-то мыслью, идеей, с желанием даже, кстати, говоря, тоже, с желанием что-то сделать. делать. Ну и что? Будете вы это делать? Займетесь вы этом на этой неделе? Ну, девятка Пентакли, конечно, она говорит, пока вопрос стоит без движений. Да, пока нет никаких резких рывков. Взвешивайте. Опять же, думайте, выгодно вам или не выгодно. Вполне возможно, что это дело связано с какими-то расходами, да, с финансовыми затратами. И вы не хотите рисковать. Видимо, был у вас когда-то печальный опыт риска, или вы научились уже оперировать грамотно деньгами, поэтому не кидайтесь на всякие заманушки, даже если сильно хочется, даже если эта идея заманчива для вас, или предложение слишком сладкое, но всё равно. Вы как-то вот уединяетесь и принимаете решения сами, понимаете, без всяких посторонних влияний на вами. Здесь нет, понимаете, вот девятка Пентакли, она как раз и говорит, что я сама всё знаю, я сама всё решу, или сам всё решу, и если мне будет это выгодно, вот здесь прослеживается больше всего выгода, и чтобы это не нарушило вашего комфорта, причём жизненного комфорта, не обязательно только финансового, а в целом. Ну что ж, давайте посмотрим, какова будет конфетка недели, то есть какая приятность или приятности конфетка недели. Четвёрка кубков. Да, всё-таки, друзья мои, предложение, вот оно, понимаете, видите, кубок. Поступит предложение, или что-то будет такое, что заставит вас задуматься. И опять четвёрка, понимаете, опять вы думаете, здесь вы думаете, и здесь вы думаете, размышляйте, погружение в себя. Пока особого интереса, пока особого такого интереса, или желания двинуться в путь, или начать действовать, у вас здесь не видится. Но это вам во благо, всё-таки это конфетка, понимаете, всё-таки действительно что-то интересное будет. Ну, хорошо, давайте, а какая заноза недели будет? Что за заноза недели вас ждёт? Вот он и персонаж, король Пентакли. Вот она, ваша заманушка. Заманушка, да, что-то связано с неким мужчиной, или вполне возможно с женщиной, у которой мужские качества превалируют над женскими. Либо что-то с финансами, друзья мои, с финансами, с хорошим каким-то, с хорошими обещаниями получения денег, хороших денег, понимаете? Угу. Ну что ж, ладушки, не знаю, что это такое, друзья мои, тут уж смотрите по обстоятельствам. Ну неделя довольно-таки интересная. Ну знаете, она интересная вот в плане размышлений, эмоций, что-то вот такое. Всё будет связано с вами, понимаете? С вами. Вы здесь как бы самое главное действующее лицо. Ну давайте посмотрим, какое сообщение вам скажет оракул затмения. Может он прояснит ситуацию, или что-то подскажет, или добавит. Сейчас узнаем, какое сообщение вам хочет сказать оракул затмения. Маска. Ну не зря похоже вы задумались. Не зря, не зря, не зря. Взяли паузу. Видимо у вас есть некие подозрения, что за этим что-то скроется. Видите, что-то скрыто. Как бы оракул говорит, не торопитесь. Познайте что за. То есть что в тени. Что скрыто, что за этим последует, какие перспективы. Да, с виду вроде всё прекрасно, всё замечательно. И всё интересно и заманчиво. Но всё-таки нужно, нужно в данном случае как совет или предупреждение, что всё-таки нужно докопаться до конца, до истины. Разложить всё по полочкам. Дойти до конечной точки. И уже тогда начинать действовать. Да. Есть некая скрытая информация, которую вы ещё не знаете. И вот её нужно узнать, дорогие мои. Вот такой получился расклад. Такой прогноз на неделечку. Мне остаётся только пожелать вам, друзья, моего здоровья, удачи, хорошего настроения, разрешения всех проблем и решения всех задач. И будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, дорогие мои стрельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Давайте посмотрим, что прошепчут вам карты Таро 78 дверей. Какую информацию вам выдадут. Главные новости, главные события, главные и основные события. Вот, что нас интересует на этой неделе. Итак, четвёрка жезлов, восьмёрка жезлов и шестёрка Пентакли. Ну, скажем так, сообщение карт очень-очень даже позитивные, друзья мои. Ну, во-первых, кого-то ждёт отдых. Отдых на лоне природе. Может, действительно, кто-то поедет куда-то отдыхать. Или кто-то вернётся в свою семью, встретиться с родственниками. Вполне возможно, что кого-то ожидает семейное мероприятие или вообще какое-то мероприятие в кругу тесных, в кругу друзей. То есть, такое вот, может, по интересам даже соберётесь с кем-то посидеть, поговорить. Да, может, вполне быть, вечеринка, может, даже и корпоративчик какой-то вполне быть. Восьмёрка чаш вещает, что кто-то, возможно, отойдёт от каких-то дел. либо их завершит эти дела, либо откажется от этих дел. Да, может быть, даже кто-то выйдет на пенсию. Вот, пожалуйста, как говорится, празднование, наконец-то, заслуженный отдых и избавление от, может быть, даже, знаете, непомерной ноши. Не у всех лёгкая работа, особенно, когда в возрасте уже ближе к пенсии тяжело работать. Чего уж там говорить. Ну и подарки я вижу, друзья мои, подарки, подарки, шестёрки, пентакли. Давайте ещё посмотрим. Ну, неделя такая скромненькая, скромненькая неделя, друзья мои. Особых, как говорится, событий не предвидится. Ну, главное, что никаких неприятностей неделя не несёт. Да. Более того, она действительно несёт некие сюрпризы, шансы, радости, получение денег несёт. Да. Видимо, неожиданных каких-то денег. Какие-то неожиданные поступления. Ну, вы довольны будете. Вы очень будете довольны, друзья мои. король жезлов. Подарки от какого-то короля, сюрпризы от какого-то короля. Может, и признание в любви, да, предложение руки и сердце вполне, друзья мои, может быть. Поступление предложения по работе может быть. и вы поймёте, что это действительно для вас как подарок, как шанс. И есть повод отпраздновать. Есть повод наконец-то перестать переживать. Всё. Проблема решена. позитивчик, друзья мои, сплошной позитивчик. Что-то ещё тянет ещё на одну карту. Ну, да. Шестёрка чаш. Семейные радости. Радости, связанные с детьми, с делами детей. Да, может быть, вполне какое-то семейное мероприятие, встреча с семьёй. Может, действительно куда-то поедете или кто-то к вам приедет. Ну, скорее всего, вы поедете. Так что неделя неожиданностей. Вот почему-то вот такое идёт ощущение. Готовьтесь к сюрпризам. Готовьтесь к приятным каким-то новостям. Готовьтесь к приятным каким-то событиям, обстоятельствам. Ну, давайте, как говорится, спросим, в чём конфетка-то недели? В чём конфетка недели? Основная конфетка. Ммм, четвёрка чаш. В отдыхе друзья мои, в расслаблении. Наконец-то дело сделано. Наконец-то я справился или справилась с чем-то. И теперь можно расслабиться. Вот в чём конфетка-то будет. Ну, в принципе, да, смотрите, по четвёрке жезлов тоже мы видим своего рода некую радость, некую свободу, некий отдых. И тут от чего-то избавляемся по восьмёрке чаш. Да, конфетка в том, что можно наконец-то расслабиться. Хорошо, а заноза недели в чём? Заноза недели. Восьмёрка мечей. Да, в каких-то страхах, переживаниях. Ну, это, друзья мои, это всё внутреннее, это не факт, что связано с какими-то событиями или связано с какими-то реальными обстоятельствами. Это что-то вы, вот знаете, на всякий случай переживаете, накручиваете себя, а вдруг случится, а вдруг пойдёт не так, а вдруг что-то сделаю не так. Понимаете? Надуманные страхи, друзья мои, надуманные страхи. Ну, это не критично. Мы всегда переживаем, если уж на то дело пошло. Уж то, что, но запугать себя, это мы умеем. Это у нас получается просто отлично. Хорошо. В общем, подведём, как говорится, итог, друзья мои. Как я уже сказала, неделя лёгкая, неделя сюрпризов, подарков, денежных поступлений, шансов, друзья мои, шансов, 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 возможностей, предложений. Вот. Свою лепту внесёт, как говорится, положительную лепту и приятную лепту внесёт некий персонаж. Порадует чем-то дети, порадует чем-то члены семьи. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что скажет вам Оракул Затмения. Какое сообщение он вам даст? Может, как говорится, что-то добавит, подтвердит, предупредит, даст совет. Сейчас узнаем, что хочет сказать вам Оракул Затмения. Эгоизм. Ну вот, у меня ощущение, что это всё-таки совет. И совет такой, не будьте эгоистичны, делитесь людьми своими радостями, дарите им тоже подарки, говорите ласковые слова, признавайтесь в любви, дарите им своё тепло. Вот как-то так, дорогие мои. Почему-то у меня именно это идёт от карты. Ну, в принципе, совет хороший, дорогие мои, действительно. Эгоизм, особенно максимально его таком выражении, это всегда не есть хорошо. Но в здоровой доле эгоизм должен присутствовать. Это однозначно. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой прогноз. Ну, всё, что я увидела, я вам сказала. Мне остаётся только пожелать вам здоровья, удачи, благоприятных событий, действительно получить все подарки, которые вам причитаются на этой неделе. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, дорогие мои козероги. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Давайте посмотрим, что скажут вам карты, какие события предскажут, какие новости, приятности. Итак, какие главные события, основные события ожидаются на этой неделе. Да, именно главные, именно основные события. Так, императрица, ну, вообще роскошно. А что ещё? А ещё у нас Аштшельник, а что ещё? А ещё у нас, друзья мои, королева Жезлов. Ну, что сказать? Ну, смотрите. Императрица, наслаждение жизнью, занятие делами, которые приносят вам удовлетворение, которые украшают вашу жизнь, которые дают вам дополнительные какие-то ресурсы, ну, и радости, конечно. То есть, на этой неделе вы будете брать от жизни всё, что считаете нужным для себя, полезным для себя, радостным для себя. Да, для этого вполне возможно вы будете иногда погружаться в себя. А что ваша душенька хочет? А что ещё нужно сделать? А как сделать? Понимаете? Не исключено, что появится желание чему-то обучиться, что-то познать, с кем-то посоветоваться и, возможно, даже некоторым образом отстраниться от своего ближайшего окружения, чтобы ничто и никто не мешал подумать, подумать, что-то проанализировать. Но это нужно для чего-то. Посмотрите, дама жезлов, о чём речь? Это, в принципе, сродни практической императрицы. Персонаж, неважно, женщина вы или мужчина, в любом случае, персонаж, который горит идеями, горит действиями, у него столько дел, у этого человека, столько мыслей, столько планов, и все их нужно сделать, причём с пользой, с большой пользой, с роскошным результатом, чтобы получить именно тот урожай, который вам нужен. Вполне возможно, что это влияние этой женщины на вас, да, чем-то она вас зажгёт, может, в чём-то поможет, чему-то поспособствует, порекомендует вам что-то. Да, и это тоже может быть. Вообще, две женщины, вот если это, в этой роли не вы, то две женщины, которые будут влиять на ваши дела на этой неделе, друзья мои, да. Да, могут вам советовать, если у вас есть в этом необходимость. Давайте ещё одну карту выложим. колесницы, да, будет какое-то дело, друзья мои, будет какая-то цель у вас на этой неделе. Ну, не обязательно говорить о каких-то глобальных целях, правильно? Текущая цель, но очень важная для вас. Вполне возможно, что это связано с какой-то поездкой, с какими-то разъездами. Может, связано с трудоустройством, может быть, связано с поиском каких-то более лучших мест работы, или с поиском более лучших вариантов увеличения дохода, если вы занимаетесь бизнесом. Может быть, это связано даже с какими-то домашними, личными делами, хозяйскими делами. Всё-таки императрица, она, как говорится, на всех фронтах работает. У ней должно во всех сферах быть порядок. И всё работать чётко. в том числе и семья, в том числе и карьера, в том числе и прочие дела, понимаете. Она старается жить вкусно и с пользой. Чё попало, она кушать не будет, понимаете. Так что, да, есть какая-то цель. Ну, может, она вам и сама в голову пришла, эта цель, идея, зажгла вас. Вот. А может, кто-то вам подсказал, понимаете. Может, в результате вот этой поездки что-то пришло к вам в голову, да. Или ситуация в результате поездки сложилась так, что нужно будет что-то сделать. Ну, интересная неделя. Такая, знаете, спокойная не назовёшь, скажем так, да, но она энергичная, эта неделя, и связана, так скажем, она энергичная и продуктивная. Вот. Она очень продуктивная. Ну, давайте посмотрим, какая конфетка недели вас ждёт. То есть, какая приятность, особая приятность, важная приятность. Так, да, девятка чаш, друзья мои, исполнение, желание, карта любви, карта радости, карта удовольствия. Ну, как говорится, тут всё в одном флаконе. Так что ждите, ждите. Будут, будет и на вашей улице праздник. Однозначно. Ну, это какая-то радость, действительно, это какое-то наслаждение. Может быть, в кругу семьи, в кругу детей, может быть, со своим партнёром или со своей партнёршей. Какие-то сердечные дела, как говорится, примут новый оборот, расцветут чувства. Да. И это тоже может на этой неделе быть. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, а какая заноза недели вас ждёт. Ну, сложно сказать, заноза. Двойка чаш, опять любовь, опять партнёрство. Вот. Опять чувства, эмоции. Да. И предложение, кстати, тоже может быть. И это может явиться для вас действительно занозой. Что надо подумать, что делать, хотя как быть, принимать, не принимать, как поступать. Вот. Ну, это хорошая заноза. Да, я вам скажу. Такая лёгенькая, лёгенькая. Так что не переживайте. Это не тот случай, за который нужно переживать. Так, теперь давайте посмотрим, что вам скажет Аракуза Тмине. какое сообщение он вам хочет донести или совет, рекомендации. Может, что-то добавит вот к этим прекрасным событиям. И так, что хочет сказать вам Аракуза Тмине. Так, род, опять семья, друзья мои. Все дела будут связаны с семьёй. Да. С семьёй, с детьми, со своими делами. Вот вы знаете, вот императрица и карта Аракула, род, они, вот понимаете, настолько едины, что вот даже, как говорится, не добавить, не прибавить. Можно сказать, что Аракул подтвердил всё то, что только что я вам сказала. Отлично, отлично, друзья мои. Мне остаётся только пожелать вам вот пусть то, что я сказала, пусть будет, сбудется на этой неделе. И радости, и приятности, и дела хорошие, и чувства, и влюблённость, и признание в любви. Ну, всё-всё-всё, что вы захотите. Пусть сбудутся ваши желания по девятке, по девятке чаши, дорогие мои. Счастья вам! И до новых встреч на моём канале! Приветствую вас, дорогие мои водолеи! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Давайте посмотрим, какие основные события вас ожидают в столь короткий период, как неделя. Какие события вас ожидают? основные события, главные события, важные события. Так, четвёрка жезлов. Отлично. Ещё одно. Десятка мечей. и пятёрка чаш. Интересно, интересно. Давайте ещё, наверное, одну карту. Всё-таки. И восьмёрка чаш. Да, это совершенно разные, конечно, события. Что там говорить? Четвёрка жезлов, она говорит, что будет у вас время для отдыха, будет возможность что-то закончить и порадоваться этому, от чего-то освободиться. Да. Ну, будут, конечно, некие ограничения. Уж в какой сфере, не знаю, но могут быть ограничения. Но, знаете, они тут вас не очень расстроят, скажем так. Да, вот по четвёрке жезлов. Такое ощущение, что вы их будете предвидеть, вы будете к ним готовы, к этим ограничениям. Ну, а вообще, не исключена какая-то, знаете, какой-то мозговой штурм. Да. Возможно, это связано с некой проблемой. Возможно, даже больше, знаете, будет какая-то работа, которая вас вот измотает в доску. Потому что составит очень много думать. Много-много думать. Какие-то, знаете, выходы, решения принимать. Да. Но вы с этим справитесь. И вполне возможно, что вот повод порадоваться, как раз и есть, что вы закончите эту неприятную миссию или эту тяжёлую работу. не исключено, что для кого-то вот эти все не очень приятные моменты будут связаны действительно с принятием решения. Это может касаться и увольнения. Это может касаться и сердечных дел. Да. Может быть, касаться расставания какого-то. Уж по какой причине расставания, тут уж другой вопрос. Может, вам надо будет куда-то уехать. причём это вынужденная может даже поездка, вынужденное расставание и с этим ничего не поделаешь. Будет наблюдаться вот некая зацикленность на этой теме. Как раз чего не надо делать. Давайте ещё одну карту. Ага, шестёрка Пентакли. Может, эта вся ситуация по десятке мечей, по пятёрке чаш будет связана с некой группой людей. То есть, всё-таки шестёрка Пентакли, она говорит о взаимодействии с людьми и, скорее всего, финансовом взаимодействии. И для вас это будет очень сложно. Понимаете? Может, из-за того, что не будет хватать финансовых ресурсов. Может, из-за того, что придётся от чего-то отказаться. Да, может, что-то хотели купить, на что-то потратить деньги, понимаете, на какие-то там, я не знаю, какие-то личные дела. И будете вынуждены обратиться за помощью к кому-то. Но тут, знаете, тут любая может быть помощь, не только финансовая, но и по другой части. Да. И там не всё просто в этом взаимодействии. Не всё просто будет складываться. Будут некие трудности, будет некое недопонимание, будет, даже, знаете, может присутствовать некие обиды будут, разочарования, что пошло всё не так, как хотелось. Ну-ка, давайте ещё. что ж такое-то тут у нас. Так, отшельник. Ну да. Не всё просто, друзья мои. Я уж не знаю, что там у вас за дело такое, чем вы там, что за проблема. Ну, волнительная неделя. Волнительная, да. Слишком много придётся думать, друзья мои. Может, даже советоваться с кем-то придётся. Может, даже от чего-то отстраниться, что отстаньте вы от меня, не до вас мне. Давайте посмотрим, какая заноза, какая заноза недели. Может, что-то тут у нас откроется. Луна, друзья мои, да, 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 да. Что-то связано либо с тайнами, либо с какой-то мутной ситуацией, мутными обстоятельствами, может быть, непонятным поведением со стороны неких людей. Вот то, что я и сказал, что взаимодействие с другими людьми может вот такую вызвать реакцию, да. Может, даже с неким обманом. Ну, друзья мои, водолейчики, что-то у вас как-то вот это всё непонятно. Много тумана, много как-то тут разочарований. Хоть и будет просвет вот по четвёрочке жезла, будет некая радость. Будет, будет, друзья мои. Не всё так печально, как говорится, не всё так категорично. Ну, давайте посмотрим, а какая конфетка, какая приятность недели. Какая конфетка недели вас ожидает? Угу. Рыцарь, рыцарь жезлов. Да, чем-то порадует вас персонаж какой-то. Вполне возможно, что он чем-то вам поможет. разрулит вашу ситуацию или вскроет ситуацию, если там что-то вот непонятно, какие-то тайны, какие-то интриги, какие-то закулисные игры. Похоже, он вас выручит в этой ситуации. Да, выручит, выручит. Ну, давайте ещё одну положим. Угу. Он вам даст пути решения этой проблемы или пути выхода из какого-то для вас неприятного обстоятельства. Да. откроет истину вполне возможно. Даст отличный совет вам. Или довезёт вас куда-то. Если это связано с поездкой, то он вам поможет либо организовать эту поездку, а то и может даже и увезёт вас туда. Вот как-то так, друзья мои. Ну что ж, давайте посмотрим, что оракул затмения скажет, какие сообщения до вас донесёт или сообщение подтвердит или что-то добавит к вышесказанному. Ну, непростая, непростая неделя, друзья мои. Непростая. Уж простите меня, но что выпало, что я и сказала. Если кому-то не резонирует, выкидывайте из головы и забывайте. Да. Не принимайте близко к сердцу. Это общий расклад. Всё-таки помните, пожалуйста, помните об этом. Итак, что хочет сказать оракул затмения? Да, друзья мои, он, как говорится, подтвердил, подтвердил, выпала карта, что действительно это связано с какой-то интригой, с какими-то, может быть, оговорами, наговорами, вот, с плетнями, действительно. Да, что-то шепчутся, что-то там организуют за вашей спиной, что может быть это. Вот отсюда ваша печалька, отсюда у вас вот эти все мозговые штурмы, что делать, изнеможение, усталость. Усталость в том числе и умственная, друзья мои. Да, да, да. Так что Оракул только подтвердил нам ситуацию. Ну что ж, на этом я заканчиваю, дорогие мои. Ну вот, что-то еще потянуло меня еще спросить, что еще хочет сказать Оракул, не знаю, почему. Ага, что-то с алкоголем связано. Знаете, что, может быть, вы вот так и хочется сказать, что-то по пьяни сболтнули. Ну как-то это связано с алкоголем. даже затрудняю сказать, друзья мои. Да, может быть, какие-то поступки связанные вот с алкоголем, под алкоголем, понимаете. Может, была какая-то вечеринка, какая-то встреча в ресторанах, в барах, я не знаю, где еще. Не обязательно, конечно, была вечеринка с принятием алкоголя, и вот там, как говорится, что-то понеслось. Что-то, может быть, выявилось, или благодаря вот этому как раз закрутилась вот эта непростая ситуация. Ну, в общем, смотрите, смотрите, у каждого будет свое. Резонирует это с вами, не резонирует. Ну, я заканчиваю, дорогие мои. Больше карты не буду вылаживать. Только пожелаю вам, чтобы неделя у вас прошла вот по четверке жезла. Все. Радость, радость, еще раз радость. Кстати говоря, ну да, вот это тоже говорит о какой-то мероприятии, вечеринке, встрече. Ну, ладно, не буду. В общем, дорогие мои, крепкого вам здоровья. позитивной недели, радостной недели, легкой недели, благополучия вам, удачи, везения. В общем, всего-всего, что вы пожелаете. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои рыбки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября. Посмотрим, что тут нам Таро нашепчет. Таро иллюминатов. Чем порадует, какие новости принесет. Итак, какие основные события, важные события ожидают нас на этой неделе. Итак, основные события. Четверка жезлов. Пятерка пентаклей. И десятка пентаклей. Ну, почему-то идет такая, знаете, легкая войнушка за деньги. Причем, знаете, пятерка мечей это не обязательно, что войнушка с кем-то. С кем-то, с кем-то. Это может быть даже ваше такое умственное напряжение, как заработать денег. Вот почему-то у меня идет именно больше такое ощущение. Как заработать денег. Для семьи есть некие ограничения, но на радости, на какие-то семейные радости, на какие-то семейные, ну, нужды, не нужды, но потребности, вот так бы я сказала, нужны деньги. Да и вообще хочется, хочется, хочется денег. Чего, что мы говорим, если коротко. Давайте еще одну карту положим. Принц Мечей. Да. Войнушка продолжается. Ага, умеренность. Ну, что ж. Да, друзья мои, почему-то я больше склоняюсь именно к мозговому штурму, чем нападению со стороны. Может, конечно, всплыть некое обязательство, неожиданно всплыть. Да, неожиданное обстоятельство, какую-то информацию получите, что за что-то надо будет заплатить, за что-то надо рассчитаться. А для кого-то это может карта проиграться, как набег ваш на должника. Да. На этой неделе вы захочете стрясти с него денежки, которые он вам должен. Да, будет такой выбор стоять перед вами. Будет, будет. Но в то же время, учитывая карту умеренности, вы как-то это будете с умом подходить к этому делу. Да. Где-то может какие-то компромиссы включать, но то, что вы продумаете, как это сделать, то есть у вас будет какой-то некий четкий, очень четкий план. Поездка опять же какая-то намечается, неожиданная поездка, да. какие-то разъезды возможно, с чем-то связанные, взаимодействие вполне, вполне реальное взаимодействие с какими-то государственными органами, срочное оформление каких-то документов, друзья мои, да. Причем, знаете, финансовых каких-то документов даже вполне возможно. Ну, вот не знаю, как у вас, но у меня-то точно на следующей неделе предстоит мне идти на разборки в пенсионный фонд. Это я уже знаю, и похоже, действительно, я туда пойду насчет пенсии разбираться. Ну, не знаю, как у вас, дорогие мои. Давайте еще одну карту выложим. Все-таки что там? А-а-а, Туз Пентакли. Ну, все закончится благополучно, друзья мои. Да. Благополучно. Это удача, это шанс, это возможность благоприятного, возможность порешать все проблемы, порешать все дела. Как говорится, высшие силы вам помогут. Ну, что ж, прекрасно, прекрасно. То есть, в любом случае, несмотря вот на эти шероховатости, друзья мои, это нам нужно, это нам нужно. Это, похоже, наши, наши какие-то личные дела, наши претензии, наши требования. Да, могут быть и требования, конечно, и финансовые требования на работе, финансовые требования по отношению к членам семьи, к своему партнеру или к партнерше. Ну, вот такая, знаете, легкие шероховатости, легкие разборки. Потому что все-таки заканчивается все тузом пентакли, понимаете? Все тузом пентакли, все сложится благополучно. Ну, что ж, давайте, какие приятности, какие, какая конфетка недели вас ожидает. Так, восьмерка мечей. Ну, конфетка, конечно, довольно интересная. Вот, не знаю, почему, но идет ощущение, что вот этот некий испуг, некие переживания, они вам помогут. Они вам помогут принять правильное решение. Ну, да, в принципе, и вот здесь, если мозговой штурм, что делать, как быть, как поступить, да, это сыграет положительную роль для ваших дел. Ну, хорошо, а в чем заноза недели? В чем заноза недели? Ну, да, принятие решения, принятие решения, выбора какого-то, двойка мечей. А с чем это связано? С чем связано? Да, с отказом от чего-то, с уходом куда-то, с изменением обстоятельств, с изменением ситуации связано. Да, может, что-то пошло не так, как бы вам хотелось. Но это, скорее, знаете, может, даже эмоциональное. С вашим эмоциональным состоянием. А восьмерка мечей, то, что говорящая нам о конфетке недели. Давайте на нее еще карту выложим. Принц, принц, принц Жезлов. Ну, да, некое обстоятельство вас напугает. Даже, знаете, слишком быстрое развитие, развитие событий, оно приведет вас вот в такое смятение. Но так как это конфетка, то здесь можно ожидать, что вот этот принц Жезлов, он вам как, чем-то поспособствует, он вам поможет. Да. Что-то он для вас раскроет, может, какую-то информацию, но какую-то помощь окажет, какое-то содействие окажет. Может, даже добавит сил вам, может быть, добавит вам энергии. И, кстати, вот еще, то, что я сказала, вот этот ваш испуг, ваши переживания, они тоже могут вам принести очень хорошие такие идеи, сделать выбор, вполне возможно, что. И, кроме этого, может даже и добавить вам сил для дальнейшего действия. Вот, знаете, есть такое выражение, когда вот все плохо, нужно упасть на дно, это, по-моему, хакамада, сказала, да, нужно упасть на дно, когда вот совсем уж все плохо. И именно там кроется ответ, именно там кроется решение. И потом всплывать. Вот в данном случае, вот почему-то такие ассоциации, друзья мои. Опустились на дно, и именно это благо. И потом наверх. Новый прилив, новые идеи, новые действия, новые поступки. Да, и не забываем все-таки, меня вот это радует, то, что выпала туз Пентакли, это просто отличные шансы, отличные и благополучные завершения недели. Вот. Ну-ка, давайте посмотрим, действительно, чем закончится неделя. Восьмерка Пентакли. Ну, все вернется на круги своя, друзья мои. работа, семья, дело, у кого-то любовь, то есть, да, вернемся к своей жизни. Вот так это. Хорошо, что-то у меня большой получился расклад, ну, тут просто одно за другим тянется, конечно. Давайте посмотрим, что нам сообщит Оракул затмением. Может добавить что-то или подтвердит, или посоветует что-то предостережет в чем-то. Расставание. Расставание, расставание. Ну, и что? Расставание, расставание, паук. Ну, да, вот по карте расставания Оракул, в принципе, нам подтверждает то, что я уже раньше озвучила, тоже. С чем-то расставание, изменение каких-то обстоятельств, что-то пойдет не так. Придется поменять свое мнение, свое решение поменять, да, чего-то отказаться. А может для кого-то это действительно принц, вот мечей, это действительно неожиданный отъезд, неожиданная поездка, и действительно тоже, срочный причем, понимаете, срочный, что не отложишь. И вот, пожалуйста, это тоже идет подтверждение, что придется расстаться. Расстаться может с членами семьи, с партнером, с партнершей, на какое-то время расстаться, чтобы порешать дела, которые возникли. Да, дела, паук это действительно подтверждает, что будет некое дело, будет некое дело, которое нужно решить, разорвать эту паутину. Да, это как, знаете, как предупреждение, что действительно что-то пойдет не так, как вы планировали. Но это я уже повторяю с друзьями, поэтому в принципе я уже все сказала, что может быть на этой неделе. Не забывайте, не забывайте, дорогие мои, что это общий прогноз. Может что-то с вами срезонирует, может что-то не срезонирует. Если, как говорится, вообще ни туда и ни сюда выкиньте из головы и забудьте. Что-то полезное будет, если какая-то информация, то примите ее, проанализируйте, может она чем-то вам поможет. Ну, а мне остается пожелать вам удачи, здоровья, пусть это будет неделя легкой, ненапряжной, если и будут какие-то шероховатости, то такой легкой рябью. пришли и мгновенно ушли. Вот так вот. И будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok